Артас Артас это квасной хлеб, просфора всецелая, большая, прибольшая, которую священник освящает после божественной литургии на Пасху, которая стоит всю неделю перед царскими вратами, всю светлую седмицу, с которой ежедневно после литургии священник совершает крестный ход пасхальный вокруг храма, который освящается через окропление святой воды и особых молитв, и который в субботу утром разрезается и раздается в снег верным. Поэтому, запомните, если вы придете на Антипасху или в субботу вечером и скажете, ой, батюшка, нет ли у вас Артаса? Скорее всего, его уже к этому времени не будет. Поэтому, если хотите Артас вам запастись, то приходите в субботу утром. Что с ним делать дальше? Вам дадут достаточно крупную часть Артаса, скорее всего. Его необходимо разрезать, ну как мне кажется, на 365 кусочков. Или 366. Чтобы хватило на каждый день года. Он имеет статус просфоры. И его можно вкушать с утра натощак с пением тропаря Пасхи. Знаете тропарь Пасхи? Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробях живот даровав. Да, это тропарь праздника, если не знали. А не просто какое-то милое песнопение. Тропарь праздника всегда говорит о сути и содержании праздника. Тропарь Пасхи самый короткий у всех праздничных тропарей. Зачем его вкушать? Как любую святую снеть, мы вкушаем во здравие души и тела. Надеемся, что благодать Божия, которая снизошла на эту материю и сделала ее причастником Духа Святого, снизойдет и на нас, и утешит нас, и укрепит, и оздоровит, и прогонит тему мрачных мыслей, и заполнит собою ту пустоту в душе, которая периодически у нас образовывается. Не надо хранить его одним кусочком, потому что он засохнет, и вы не сможете его никак сгрызть. Хранить его в пакетике так, чтобы он был мягким, тоже не получится, потому что он заплесневеет. Поэтому, повторюсь, разрежьте на небольшое количество кусочков и вкушайте. Если не хотите каждый день, разрежьте на 36 кусочков, вкушайте раз в две недели. Сами смотрите, на какое количество частей его разрезать. Главное, чтобы они были разрезаны так, чтобы не сломать зуб, когда ты будешь вкушать его, допустим, на Страстной Седмице следующего года. Такое вам небольшое практическое замечание. Традиции освящения Артаса очень древние. Древнейшие, может быть, и всех известных традиций. Согласно церковному преданию, апостолы ставили во время трапезы на место, где восседал их учитель, специальный хлеб, который ел бы спаситель, если бы пребывал сейчас с ними. Но после вкушения трапезы они этот хлеб седали сами. Так же совершалось и в честь Богородицы. Чин по ноге до сих пор совершается во всех монастырях. Поэтому со временем этот чин трансформировался в освящение этого хлеба на Пасху. Так что, вкушая этот святой хлеб, Артас, мы тем самым как бы разделяем трапезу со Спасителем. Пусть Господь благословляет каждого из вас, и пусть радости воскресшего Спасителя пребывают со всеми вами и вашими семьями. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.